друзья всем доброе утро как меня видно как меня слышно если все окей поставьте пожалуйста девяточки и мы начнем отлично ребята рад вас всех приветствовать по отличному поводу сегодня будет у нас вебинар посвященный новой карьерной лестнице от компании global интеллект сервис и наверняка многие из вас уже оценили изменения в своем в кофсе потому что по факту изменение уже произошло в эти выходные кто уже видел свой статус но вы поставьте пожалуйста плюсик дайте пожалуйста обратную связь и сегодня мы с вами разберем какие статусы у нас теперь есть компании то каждый их обозначает и в принципе зачем эти статусы закрывать и сегодня для вас работаю я лукьянов александр 5 лет в бизнесе статус амбассадор по новой карьерной лестнице до этого статус генеральный председатель совета директоров 2000 партнеров и мои соцсети тоже вы сейчас видите на экране должны по крайней мере видеть презентацию поэтому кто не подписан подписывайтесь и мы стартуем так у нас 132 человека уже ну что друзья давайте начнем давайте начнем сразу делу не будем разжевывать не будем устраивать прелюдии сразу перейдем к делу и так карьерная лестница у нас обновлена и теперь у нас карьерная лестница состоит из девяти статусов во первых почему была обновлена карьерная лестница первое это то что уже давно карьерная лестница не менялась и статусов стало слишком много решили сократить количество статусов для того чтобы сфокусировать наших партнеров на закрытии конкретных статусов и для каждого статуса есть какая-то своя плюшка это первый момент второй момент сейчас у нас мы все с вами понимаем на чем надо держать фокус надо держать фокус на недельных циклах и закрытие подтверждение статуса директора в рамках недели и количество вот этих подтверждений за спринт она тоже будет непосредственно влиять на статус и тоже есть час об этом детально расскажу как это будет влиять на статус именно поэтому была и карьерная лестница переделана и так давайте тогда начнем начнем мы с первых четырех четырех статусов первый статус который на текущий момент у нас может открыть партнер это статус менеджера статус менеджера присваивается когда у тебя есть хотя бы один финансовый цикл за спринт что такое финансовый цикл я уверен что вы все знаете справа слева должен пройти должен пройти один пиви хлопнуться то есть это хотя бы партнер на минимальном пакете старт бизнес справа старт бизнес слева вот он теперь и один финансовый цикл то есть это первый статус нашей компании и по последней школе почему вы наверняка поняли почему мы сделали такой статус потому что это первый шажок построению большого системного бизнеса компании global intellect service и когда у тебя есть один партнер справа один партнер слева ты автоматически попадаешь на обучение для менеджеров да вот у нас ближайший последний раз обучение было в москве в поле гринга наградных буквально месяц назад и как раз на этом обучении присутствовали те кто закрыл хотя бы один один финансовый цикл так вот плюшка этого статуса плюшка этого этапа в том что ты попадаешь на соответствующее обучение и первая ступень к твоем бизнесе дальше идем 20 финансовых циклов это ключевой менеджер ключевой менеджер почему ключевой менеджер и почему 20 финансовых циклов потому что когда у тебя есть один vice партнер справу и один vip партнер слева это 20 финансовых циклов за одну финансовую неделю это значит что ты научился закрыть сделки на те пакеты которые дают максимальный результат это значит у тебя не просто люди сошли попробовать. Это значит, что у тебя люди пришли по-серьезному. Значит, у тебя появился новый навык, новый скилл, и значит, что ты автоматически перепопадаешь на обучение не для менеджеров, а для ключевых менеджеров. Раньше это еще называлось школа 20, школа 20 финансовых циклов. Соответственно, у нас был, опять же, в нашей школе, которая прошла месяц назад, отдельный блок для тех, кто закрыл 20 финансовых циклов. Статус ключевой менеджер. Дальше идем. Региональный менеджер. Здесь у нас ничего не поменялось. 40 финансовых циклов. Это региональный менеджер. Это тоже один из важных статусов. Почему? Потому что этот статус дает дополнительное обучение. То есть первые три статуса у нас, закрытие этих статусов, оно дает попадание на соответствующее обучение. Например, я когда закрывал статус в первый месяц своего бизнеса в UDS, я закрыл статус региональный менеджер. Тоже расскажу, зачем мне это было нужно. И попал на обучение для региональных менеджеров в Турции. Был большой вход в Турцию, туда все прилетели, но был там отдельный блок для региональных менеджеров. Я помню, насколько это было для меня важно и что это мне многое дало. Ну и наконец, вот в этих четырех статусах первичных важный самый статус – это статус директора. Здесь опять же у нас ничего не поменялось. Директор – это человек, который закрыл за одну финансовую неделю 100 финансовых циклов. Это значит, что это уже команда, это уже серьезный бизнес, это уже не просто ты сам замучился сделки закрывать, но и твои люди научились открывать сделки на хорошие пакеты, которые дают максимальный профит в, соответственно, в твоем бизнесе. И, как вы знаете, директор у нас дает соответствующие привилегии, дополнительные финансовые привилегии. У директоров открываются дополнительные две ноги, скажем так, дополнительные два отдела продаж, которые дают двойные финансовые циклы. То есть, если раньше до статуса директора ты с одного вип справа, одного вип слева зарабатывал 600 долларов по бинару, то в сделке с внутренней ноги, вот как раз в ногах, которые открываются после статуса директора, ты будешь зарабатывать 1200 долларов с одной бинарной сделки. У меня сейчас есть направление, где с одной сделки я могу заработать за личную рекомендацию, например, 3100 долларов за один вип. Вот, поэтому вот это 4 первичных статуса, которые в компании есть. В компании есть 3 первых статуса, дают возможность попасть на соответствующее обучение. Четвертый статус дает возможность не только попасть на соответствующее обучение, но и дает финансовые привилегии, финансовые перспективы. Ну и, естественно, статус директора означает попадание на закрытые мероприятия для директоров, которые у нас проводятся в конце каждого спринта. Да, вот как вы знаете, у нас уже есть планы на конец этого спринта собраться всем, кто закрыл статус директора, да, после дня рождения компании, и там будет закрытая тусовка. Топ, UDS. Окей, первые 4 статуса разобрали. Дайте, пожалуйста, обратную связь именно по этим 4 первым статусам. Все ли здесь понятно? И мы перейдем уже к следующим статусам. Плюсик, да, десяточки. Так считаете нужным? Угу, вижу. Так, окей. Я думаю, что у нас все подтянулись, уже 230 человек в чате. Хорошо. Идем дальше. И теперь 6 следующих статусов разбираем. Следующий статус после директора – это региональный директор. Региональный директор получает этот статус тот, кто за текущий стрим закрыл либо 3 раза по 100 финансовых циклов, да, финансовой недели, либо единоразово за финансовую неделю 300 финансовых циклов. Либо 3 раза по 100, либо 1 раз по 300. Тут, я думаю, логика понятна. И мотивация, в том числе финансовая, открывает этот статус. Это, как вы понимаете, это дополнительные деньги от компании. Например, те, кто сейчас закрывает как минимум 3 раза директора в текущем спринте, на лидерскую поездку получает дополнительно 1500 долларов от компании. То есть ты в лидерскую поездку едешь, но уже не за свои деньги, а за деньги компании. Да, и очень приятно, кстати говоря, это те, у кого есть несколько аккаунтов, закрывать статус на нескольких аккаунтах. Вот, например, когда мы с супругой ездили в Калининград, мы закрыли статус на двух аккаунтах и получили на эту поездку 3500 долларов. Согласитесь, приятно, дополнительный бонус на такую поездку получит. Следующий статус – федеральный директор 5 раз по 100 финансовых циклов или 1 раз в финансовую неделю 500 финансовых циклов. Еще раз, 5 раз по 100 в рамках текущего спринта или 1 раз 500 финансовых циклов за финансовую неделю. Это федеральный директор. Здесь та же самая финансовая мотивация. Уже 2500 долларов от компании в рамках этого спринта получает тот, кто 5 раз закроет 100 финансовых циклов. В следующем спринте будет какая-то еще другая мотивация. Может быть, она будет уже и в рублях, что достаточно логично. Вот, но мы посмотрим. Окей, следующий статус – это амбассадор. Вы наверняка знаете, что такое понятие амбассадор, то есть это привержение с бренда. И тот, кто либо закрыл 7 раз по 100 финансовых циклов, либо 1 раз за 1 финансовую неделю 700 финансовых циклов, получает статус амбассадора. Вице-премьер – 10 раз по 100 финансовых циклов или 1000 финансовых циклов за 1 финансовую неделю. Это вице-премьер статус. Ну и статус премьера – 15 раз за спринт по 100 финансовых циклов или 1 раз за 1 финансовую неделю 1500 финансовых циклов. То есть премьером можно стать каждому абсолютно, кто сейчас уже в бизнесе, у тех, у кого есть команда, просто регулярно подтверждая вам спринта статус директора. То есть почему мы так делаем? Мы хотим сфокусировать наши команды на вот это регулярное подтверждение статуса, на регулярное зарабатывание хороших, стабильных денег через команду. Поэтому такие шансы есть у каждого. Ну и гранд-премьер – это тот партнер, у кого 1 премьер справа, 1 премьер слева. То есть это не только человек, который их объемы делает, но и выращивает в своей команде топ-лидеров, топ-лидеров, которые создают такие высокие результаты. Как вы знаете, у нас сейчас 1 гранд-премьер – это Наталья и Иван Сорокин. Это те люди, у которых в команде уже есть премьеры. Ребята, вот по этим статусам, если у вас здесь вопросы, если нет, я перейду дальше. К вопросу миграции статусов, к тому, как еще у нас будут, какие у нас еще будут приставочки дополнительные. Так, Елена, вопрос. Кто в этом принципе подтвердил квалификацию, им автоматически не обновляется. Если честно, не понял вопрос. Про вопрос миграции сейчас я скажу. Так. Да, там кто-то сказал. Надо закрывать статусы, все просто. Окей, идем дальше. Теперь миграция статуса. Что такое миграция статуса? В компании есть принцип. Если ты хотя бы один раз закрыл статус, он был всегда и он останется, то это тот статус, который ведет с тобой всегда по жизни. То есть, один раз ты сделал результат, это медаль за двагу, то есть, как в бою, если ты один раз совершил подгон, тебе обручается за эту медаль, и она остается с тобой навсегда. Таким образом, какая у нас миграция происходит? То есть, те статусы, которые были до, как они уже сейчас мигрировали в новую карьерную лестницу. Менеджеры первого уровня и менеджеры второго уровня стали просто менеджерами. Менеджер третьего уровня стал ключевым менеджером. Региональный менеджер и генеральный менеджер стали региональными менеджерами. Директор старый, директор первого уровня, директорового уровня, директор третьего уровня, они все стали директорами. Региональный директор, это тот, кто раньше был либо международным директором, либо генеральным директором, Либо тот, кто подтвердил в прошлых двух спринтах как минимум три раза директор. Например, у вас был статус директора третьего уровня, но в прошлом спринте вы три раза за спринт подтвердили статус, подтвердили 100 финансовых циклов. То есть вы уже по карьерной лестнице новой, вы уже региональный директор. И у вас уже сейчас отражается региональный директор. Федеральный директор это бывший ПСД и те, кто уже в прошлых спринтах подтверждали пять раз 100 финансовых циклов. Амбассадор это бывший ГПСД и те, кто семь раз уже подтверждали статус. Вице-премьер это бывшие акционеры первого, второго, третьего уровня. Ну и премьер это премьер. Итак, друзья, я предлагаю не рассуждать на тему названия статусов, потому что мы все понимаем, что любое название это субъективная история. И этот чат не создан, и сейчас мы этот бинар не проводим для того, чтобы устраивать голосование. Кому нравится такое название, кому не нравится. Вот. Самый лучший способ влиять на решение в компании, я всегда так отвечаю. Самый лучший способ влиять на решение в компании, это закрывать статус максимальный, входить в ДМВ и принимать решение, как что будет называться. Вот это самый правильный способ. Окей, двигаемся дальше. Так, вот Валера спрашивает, считается с прошлого спринта или с прошлых? Считается два пос... Смотрите, например, если вы закрыли статус ПСД, то в предыдущих за всю время, за всю историю компании, то вы автоматически перемещаетесь сейчас в федеральный директор. Но если вы за последние два спринта, хотя бы одном из спринтов, например, сделали более высокий результат по карьерной лестнице, то вы уже переместитесь на более высокий статус. Например, если вы 7 раз сделали по 100 финансовых стиклов в прошлом спринте, то вы уже амбассадор. Вот так. Окей, двигаемся дальше. И фишечка, ребята, самая важная фишечка. Повторение статуса в спринте дает уровень к статусу. То есть мы сейчас все зашли в этот новый спринт, который сейчас идет с каким-то статусом. Например, амбассадор, федеральный директор, просто директор и так далее. Если вы, например, в этом спринте еще раз подтверждаете директора, 100 финансовых циклов делаете. То есть у вас в прошлом был уже статус директора, а в этом спринте вы снова делаете 100 финансовых циклов. Или вы закрыли статус директора в этом спринте, а в следующем спринте вы еще раз делаете 100 финансовых циклов. То вы становитесь не просто директором, а директором второго уровня. То есть чем больше подтверждений статуса внутри спринта, в количестве спринтов, например, в этом спринте вы подтвердили директора, а в следующем спринте вы еще раз делаете 100 финансовых циклов, вы директор второго уровня. И через спринт вы еще раз делаете 100 финансовых циклов, вы уже директор третьего уровня. Можно будет по человеку сказать, а насколько он стабилен в своем чеке. Если он говорит, например, я федеральный директор пятого уровня, это значит, что пять спринтов подряд он показывает, так, сейчас вспомним. Представьте, федеральный директор пятого уровня, что это за человек? Это человек, который пять спринтов подряд делает внутри каждого спринта по пять раз 100 финансовых циклов. В этом спринте я пять раз 100 финансовых циклов, в этом спринте я и так пять раз. То есть это такие тоже медали, которые вручаются за стабильный товарооборот. Окей, мне тоже, например, очень нравится статус амбассадора. Да, поддерживаю. Очень круто, когда у нас, я очень хочу, чтобы вся моя команда была амбассадорами, не только, скажем так, по духу, но и по статусу. Нет, не обязательно подряд. То есть, например, если ты один спринт закрыл директора, один спринт не закрыл, следующий закрыл, все равно ты директор второго уровня. То есть не подряд. Николай спрашивает, если человек в одном спринте два раза подтверждает директора, это директор второго уровня? Нет, это директор первого уровня. Для того, чтобы он перешел на новый статус региональный директор, ему три раза надо закрыть статус директора внутри спринта, он тогда будет региональным директором. В следующем спринте он опять три раза закрывает по 100 циклов, он региональный директор второго уровня и так далее. Мы намеренно убрали вот эти промежуточные этапы, там, два раза подтверждение директора, четыре раза подтверждение директора, потому что мы хотим, чтобы вся команда, она работала в таком слаженном синхронном режиме, чтобы для нас подтверждение директора было вполне естественным явлением. Если какой-то спринт не подтвердил, то цифра слетает, и счетчик снова? Нет. Нет, цифра не слетает, цифра остается. Цифра остается. Евгений спрашивает, то есть у нас может быть директор 80 уровня? Ну, может быть, да, то есть если человек 80 спринтов, 40 лет засиделся в директорах, странный человек. Окей, друзья, двигаемся дальше. Смотрите, то есть что я бы хотел сказать, то есть я бы хотел через свой опыт передать. Да, первое. Сейчас, сегодня я рассказал про те обновления, которые произошли у нас в карьерной лестнице по сети. По сети. Параллельно на текущий момент добиливается компанией новая карьерная лестница по продукту. Там будут другие статусы по продукту, которые будут измеряться, исходя из количества активных клиентов у каждого партнера. Поэтому, когда это будет допиливано, будет обновление, будет объявление от компании, естественно, об этом все тоже узнают. То есть, по сути, у каждого партнера будет два статуса. Один по продукту, один по карьерной лестнице. Так, давайте еще на вопросики поотвечаю и расскажу еще то, о чем хотел рассказать. Внутренний кабинет открывается также со статус директора? Да. Внутренний кабинет, как я и сказал, открывается со статус директора. Уровни начинаются со статуса директора? Нет. Уровни начинаются с любого статуса. То есть, если ты менеджер третьего уровня, то ты три спринта подряд закрывал по одному финансовому циклу. У РМ тоже могут быть уровни. Окей, друзья, двигаемся дальше. Я хотел бы через слое рассказать, потому что вот это все название, это все хорошо. Но надо понимать, зачем все эта история делается. Зачем? Зачем она нам? И я хотел бы через слое рассказать, рассказать, как я шел через карьерную лестницу и что это для меня значило. Первый мой статус. Я еще тогда ни в чем, естественно, не разбирался. Мне просто сказали, тебе нужен статус. Тебе нужен статус. И когда я посмотрел, прикинул математику, посчитал математику, я понял, что мне легче всего сразу же закрыть статус региональный менеджер. Почему? Потому что я на ВИПе, я зашел на ВИП, сделал треугольник и еще два партнера в ББС на ВИПах загрузил за одну неделю. То есть у меня получается, что у меня за одну неделю прошло 40 финансовых циклов, статус региональный менеджер и сразу же ББС. То есть это самое простое, что можно сделать новичку, который серьезно настроен, на серьезные деньги рассчитывает. Это треугольник через ВИПы и два партнера в рамках ББС. 40 финансовых циклов, и вы сразу же даже проскакиваете вот эти минимальные статусы, менеджер и ключевой менеджер, вы сразу же региональный менеджер. Вы сразу же вот эту задачу по обучению решаете за раз. Это самое простое, это моя концепция, мой совет, который я всем могу порекомендовать через свой опыт. Как я уже говорил, что это мне дало. Это мне дало сразу же попадание на обучение в компании, которое было в Турции, специальный блок для РМов. Это было очень важно мне лично. И у меня эта главная боль по поводу попадания на обучение, она сразу же просто власть автоматически. Я рекомендую делать так же. Окей, идем дальше. Что у меня дальше было? А дальше было подтверждение статуса директора. А вот директора я уже подтверждал полгода, потому что я совмещал с наймом. И через полгода, в октябре 2017 года, я подтвердил статус директора. У меня было много своих личных дел, и у меня уже на тот момент была команда, которая создала объемы. Это был статус директора, и я реально работал на этот статус. Мы закрывали статус, я помню, с Ириной Романченко, с моим куратором, и Дима Словичек тогда подключался. То есть мы прям реально тут в 12 ночи в пятницу фигачили по полной программе и закрыли этот статус. Ту презентацию, которая была у нас в офисе, я запомню навсегда, потому что у меня, наверное, человек 10 сидело только гостей, потому что я всех собрал в этот день, в последний день закрытия статуса. Мне не хватало, по-моему, 60 циклов закрыть. И все эти 60 циклов в пятницу прошли, и по команде, и вот мы прям сидели, забивали. Дальше что у меня было? Я, к сожалению, не помню, были ли у меня промежуточные статусы по директору, первого, второго, третьего, я не помню уже. Но следующий мой статус был ПСД, председатель совета директоров, сейчас это федеральный директор. Я выделал накопительно. То есть, по сути, сейчас мы тоже можем закрывать статусы накопительно через вот эти подтверждения, понедельные подтверждения 100 финансовых циклов. Что это мне дало? Это мне дало, опять же, следующий рывок в бизнесе и попадание в ВЛС. То есть ПСД, или сейчас это федеральный директор, это, по сути, гарантированное попадание в ВЛС. Сейчас в ДМБ. ДМБ – департамент, помощь на первом бизнесе. То есть, если ты хочешь влиять на компанию, если ты хочешь влиять на партнеров, если ты хочешь определять политику, если у тебя есть такая амбиция, то вот федеральный директор, да, сейчас сразу же переходим на новую карьеру, федеральный директор – это то, к чему тебе надо стремиться, да, это та цель, которую тебе надо взять. И следующий у меня был статус – это, ну, тогда генеральный председатель совета директоров, сейчас называется амбассадор, да, это следующий спринт. То есть, вот такое поэтапное развитие. Опять же, это было за счет накопительной истории. То есть, сейчас это 7 раз 100 финансовых циклов подтвердить. К чему я это рассказываю? Почему? Вот я сейчас иногда в команде общаюсь, и люди ставят себе глобальные цели. Ну, например, там, зайти в ВЛС за полгода, например, да, или, ну, там, ПСД, например, да, то есть, сейчас это федеральный директор. Но при этом почему-то глобальная цель есть, а вот промежуточные цели – их нет. То есть, и я когда начинаю человеку спрашивать, скажи, пожалуйста, а ты, как бы, а сейчас какой? Вот ты ПСД спланировал за полгода сделать, а сейчас у тебя какой-то там? Никакого. Или там менеджер, просто менеджер стал. Я говорю, подожди, а на каком ты пакете? На премиум пакете? О чем мы вообще говорим? То есть, когда человек запланировал вот так, а его действия, они не соответствуют его целям. Понимаете, о чем я? Кто понимает, поставьте плюсик. То есть, если у тебя большие цели, то у тебя должны быть действия краткосрочные, здесь и сейчас, которые соответствуют твоим большим целям. То есть, не бывает так, случайно, загадал, и оно само сбылось, что завтра ты станешь федеральным директором. Сам. Само прилетело. Такого не будет. То есть, чтобы стать, например, федеральным директором, это работа, да, плодотворная работа на протяжении какого-то времени, какого-то количества времени. И это статус, который делается не с командой, с командой делать статус. То есть, ты в одиночку федерального директора не закроешь. Этот статус делается командой. И, соответственно, когда у тебя какая-то большая цель, например, амбасадона закрыть или вице-премьера, хоть это круто, она должна быть, но у тебя должны быть промежуточные цели. То есть, если у тебя даже вид-пакета нет, не о чем даже разговаривать, потому что ты не закроешь эту карьеру. Надо начать с малого, да, то есть поставь себе в течение одной недели закрыть как минимум ключевого менеджера. Мечтай об амбассадоре, но делай маленькие статусы здесь и сейчас. Начни с малого. Дальше. Закрыл ключевого менеджера, поставь себе цель на следующую неделю или в течение двух недель закрыть регионального менеджера. Закрыл регионального менеджера, поставь тебе цель в течение двух недель следующих, закрыть директора. То есть, поэтапное закрытие статуса в статусах. И смотрите, что происходит. Когда ты по пути закрываешь статус, во-первых, у тебя в голове происходит понимание, что ты можешь, ты красавчик, да, ты можешь. Это первое, это же очень важно. А если ты сразу же поставил себе цель только амбассадора закрыть, да, то ты там за полгода его не закрыл, ты расстроишься. Зачем расстраиваться? Я тоже по СДГ, по СДГ не сразу закрыл. Но я закрывал промежуточный статус по пути и был доволен. Это деньги давало хорошие. В том числе карьеру давало хорошие. Это статус команды давал хорошие. Так вот, ты идешь к своей цели, закрывая промежуточные статусы таким образом, да, директор закрыл. У тебя открылись двойные ноги. Двойными ногами уже в два раза больше циклов. Соответственно, ты проще можешь закрыть и регионального директора, и федерального директора. То есть, мой посыл такой, закрывайте статусы последовательно на пути к своей большой цели, да, не забывайте про них. И это надо делать сейчас, не оставлять это на потом, да, это надо делать уже сейчас. Краткосрочные цели закрыл, перешел к следующей краткосрочной цели. И вот пока ты идешь к этой цели большой, у тебя соберется команда, с которой ты сможешь планировать. А будет 10 активных людей справа, 10 активных людей слева. Вот ты тогда уже сможешь планировать с ними объемы за одну финансовую неделю, например, да, чтобы федерального директора подтвердить 500 циклов, например, за одну финансовую неделю. Может быть, так сделать. И так далее. То есть, вот мой основной посыл. Думать о больших целях, но фокусироваться здесь сейчас о закрытии маленьких целей, небольших целях, которые тебя приведут к этому успеху. Кто понял, о чем я говорю, поставьте десяточки в чат. Отлично. Отвечу еще на парочку вопросов в чате. Правильно ли я понял, что если я один раз директор захлел в 19-м году и подтвердил в 21-м году, то сейчас я директор второго уровня? Нет, неправильно. Сейчас ты директор, просто, просто директор. Да, и вот с этого спринта будут читаться, будут читаться вот эти дополнительные уровни. То есть, например, если ты в этом спринте еще раз подтверждаешь директор, у тебя будет директор второго уровня. До этого спринта все это, скажем так, обнуляется, кроме миграции текущих стабусов. Требования в ДМБ. Требования в ДМБ те же самые, просто раньше было требование, это по СД, да, сейчас это федеральный директор. Не меньше федерального директора. Окей, друзья, и последнее, то, чем я сегодня с вами хотел поделиться, это то, куда бы я сейчас держал фокус. Да, то есть я уже, и вы никуда не денете, конечно. Я уже говорил, вот как я вижу эту карьеру, да, и я говорил о том, что надо маленькими шажками закрывать, как бы повышая свой план, повышая свой статус, да, и на чем я бы сейчас сфокусировался. То есть, вот есть хорошее выражение, работать надо тогда, когда надо работать. Полностью с ним согласен. Сейчас, в течение двух недель, у нас будет ВИП-день. Да, в Москве 21 числа, в всех других регионах 28 числа, 28 мая. И вот это мероприятие, которое сейчас может дать всем, тем, кто на партнерке сфокусирован и сосредоточен, максимальный результат, максимальный профиль сейчас. И какие вопросы я бы себе задал сейчас, прежде всего, если я лидер и я хочу большие цели. Вот этот ВИП-день, задайте себе вопрос, а так ли я сейчас на него хорошо работаю, как мог бы на него поработать. Понимаю ли я его ценность, понимаю ли я его важность, да, для меня устраивают мероприятие, крутое, которое позволит мне выйти на принципальный другой уровень. И первый вопрос, который я хотел бы задать себе, да, если у меня большие цели, то как я их достигну, не присутствуя на ключевых мероприятиях? Это для тех, у кого сейчас еще нет ВИП-пакета. Да, у нас же на ритм день пускают те, кто с ВИП-пакетом. Вот как ты будешь добиваться больших целей, как ты будешь привлекать людей, как ты будешь рассказывать им про хорошие доходы, которые есть у меня, например, у других топ-листеров, про твои будущие доходы, как ты будешь рассказывать, если ты не присутствуешь на ключевых мероприятиях, которые тебя ведут по цепочке. Поэтому первое, вопрос себе. Второе. Если у меня большие цели, то сколько моих людей поедут со мной на ВИП-день? То есть если у меня ВИП, все нормально, красавчик, первая задача выполнена, надо купить билет и быть на этом обучении. Выбрать город, куда я поеду, и быть на этом обучении. Второе. Если у меня большие цели, то сколько моих людей поедут со мной на этот ВИП-день? Сколько я команду вывезу? Какую я команду вывезу? Если я приеду один, это классно, я себя прокачаю. И еще параллельно команду кураторов прокачаю. Но если я приеду не один, это значит, что в следующие 2-3 месяца моя команда будет попросить на эту энергию. И третий вопрос, тоже очень важный. А я приеду на этот ВИП-день только в статусе ученика? Или мне хочется выйти на сцену? Или участвовать в создании контента? Или как минимум я хочу выйти вначале, вы все знаете, что у нас на таких мероприятиях, мы вначале представляем тех, кто за последние 2 недели добился максимальных результатов. Может быть статус какой-то закрыл новый для себя. И вот я, хочу ли я выйти на сцену ВИП-дня и рассказать, например, что за последние 2 недели у меня плюс 4 новичка, я забрал бонус быстрого старта, и вот эти 4 новичка, они здесь со мной в этом зале. Вот это самое лучшее, что может со мной случиться в течение ближайших 2 недель. Это когда я приложу эти усилия, и 4 новичков на ВИП закрою, вывезу на эту школу, и сам буду на этой школе, закрыв бонус быстрого старта. И расскажу об этом со сцены, как я это сделал, поделюсь опытом. Это, возможно, будет для кого-то вообще первое публичное выступление в нашей компании. Вот такие вопросы я бы сейчас себе задал, на этом бы сфокусировался, и работал в ближайшие 2 недели с фокусом на вот эту конкретную цель, с фокусом на вот это конкретное мероприятие, которое позволит нам закрыть какие-то свои цели и статусы. На этом, в принципе, все, да. Мой спич на этом закончен. Подписывайтесь на соцсети и будем с вами общаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok